К нам подключается Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований из России. Дарья, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Дарья, как мы видели из сюжета, сегодня премьер-министр Армении Никол Пушинян сделал ряд заявлений. Он также заявил о том, что Армения предложила Азербайджану подписать и ратифицировать согласованные пункты мирного соглашения. По его словам, 13 из 17 статей соглашения о мире, а также ведения полностью согласованы. Как вы считаете, искренен ли армянский премьер в своих заявлениях? Ну, конечно, он хочет подписать мирный договор, но на своих условиях. И хочет, можно сказать, обхитрить Азербайджан и показать, что он вот такой хороший, готов к сотрудничеству, к взаимодействию. Азербайджан вот так отказывается хотя бы от такого вот союза, сотрудничества. Но, конечно же, это очень хитрая стратегия, как говорится, оставить будущим поколениям решать те задачи, которые он сам не смог решить. И мы знаем, что в подписании мирного договора сейчас без изменения Конституции в Армении, в принципе, ничего не значит. Придет другой лидер и скажет, Конституция главнее всего, а что там подписывал до меня предыдущий лидер, не имеет никакой роли. Поэтому так важно изменение Конституции, чтобы раз и навсегда положить окончание конфликта между Азербайджаном и Арменией и подписать уже полный настоящий мирный договор и больше к нему не возвращаться. Это основная цель, которую хочет Азербайджан, но, как мы видим, Армения пока к этому не готова, раз отложила подписание мирного договора, не мирного договора, а изменения в Конституции до 2027 года. Дарья, действительно, официальный Ереван занимает двоякую позицию. С одной стороны, он создает видимость участия в переговорном процессе и даже подписываются некоторые документы, но с другой, активно вооружается, в том числе при помощи западных стран. Как понимать такую позицию армянской стороны? Действительно, это очень странная позиция. Если ты хочешь мира с соседом, то зачем тебе вооружаться? Но в голове у Пашиняна наверняка стоит другая задача, и, как мы видим, эта задача ему диктуется его западными партнерами, которые и поставляют ему это оружие. Это и Франция, и США хотят сделать из Армении некий вооруженный форпост на Южном Кавказе, а затем с помощью этого оружия устрашать и Азербайджан, и Россию, и Иран, в общем, всех соседей, которые окружают Армению. И чем больше хаоса в мире, тем легче американцам им управлять. Как мы видим, Пашинян на это соглашается, и несмотря на то, что ему говорят его соседи, и Россия, и Азербайджан, что все вопросы необходимо решать непосредственно с теми участниками, которые находятся в регионе, Пашинян отдает предпочтение сотрудничеству именно с далекими заокеанскими силами, у которых, понятно, свои интересы, и, в принципе, все понимают интересы этих западных стран, это и вытеснить Россию с Южного Кавказа, и оставить пока такое вот в замороженном состоянии отношения Армении и Азербайджана, чтобы в случае чего можно было бы и поставлять оружие, и вести какую-либо, скажем, такую нечестную игру, торговаться на условиях именно им выгодных. Поэтому, как мы видим, здесь все же Пашинян действует и под диктовку Запада, и пока откладывает вот эти все процессы нормализации в регионе, хотя мы видим, что он все равно хочет мира, как бы кто ни говорил ему, и все же вопросы демаркации, делимитации границы, они потихоньку, но решаются, создаются рабочие группы, и процесс идет. Но не только в вопросах демаркации и делимитации состоит мир, но и все же это самое важное подписание мирного договора, который положит точку в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Ну, выходит, хочет мира, но готовится к войне. Похоже, что так. Дарья, из Баку и Еревана звучали оптимистичные заявления о том, что проект мирного договора между сторонами согласован чуть ли не на 90%, при этом одним из тормозящих мирный процесс является как раз-таки отказ Еревана от требования Баку по изменению Конституции в Армении, о чем как раз-таки вы и говорили ранее. Как вы считаете, почему в Армении не могут отказаться от реваншистских настроений? Ну, здесь, опять же, можно рассматривать несколько вариантов, почему Пашинян сейчас так откладывает подписание этого мирного договора. Во-первых, он активно сотрудничает с западными странами и хочет, чтобы эти западные страны помогали ему. Если конфликта между Арменией и Азербайджаном не будет, то какой-либо серьезной помощи, поставки вооружения или еще-либо каких интересов у западных стран, в принципе, не должно быть в регионе. Поэтому оттягивание такого процесса, показывание, что конфликт есть, мы знаем, есть и перестрелки на приграничных районах, провокации со стороны Армении, то есть все это направлено на то, чтобы показать, что Армении необходима защита и необходимо делать все, чтобы Армения была как можно больше под контролем этих западных сил. А с другой стороны, Пашинян хочет, чтобы Минская группа, в которой находится Франция, партнер Армении, чтобы она продолжала свою деятельность и тем самым показывала бы, что конфликт еще не закончен, и что Франция также является серьезным подспорьем в разрешении этого конфликта, и Франция важна Армении. Поэтому пока вот такие моменты идут, то Пашинян и затягивает. Но здесь есть еще одна вещь, которая связана с личными амбициями Пашиняна, как мы видим. Пашинян хочет в Конституции внести поправку, что президент становится главным лицом Армении, руководящим лицом, а не премьер-министром, и сам стать этим президентом потом, править, в общем, продлить свои полномочия как можно дольше. И вот так к этой поправке надо подготовить общество и суметь ее реализовать так, как он задумал. Поэтому здесь вот несколько моментов, и как мы видим, наверное, отсюда и проистекает, что он ставит такую дату, 2027 год, хотя на самом деле решить вопрос мирного договора он может вполне в ближайшее время, используя все свои полномочия, но этого не делает. Дарья, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией была Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований из России. Субтитры создавал DimaTorzok